Екатеринбургские видеоблогеры, называющие себя Жека-евреем, снискавшие известность своими многочисленными разоблачениями, нечистоплотных продавцов, криворуких домашних мастеров, лживых торговцев с авито, сами того не ожидая вычислили сексуального извращенца. И в ком? В мастере сантехники. Вызванный на дом для замены подтекающего крана, ремонтник оказался фетишистом. Впрочем, вполне безобидным. Вы нам просто жаловались на контору с забавным названием. Мол, сантехника оказался слишком дерзким, сделал как попало, а денежки пришлось отдать немало. И мы с удовольствием согласились выяснить, единичный ли это случай. Или контора нехорошая попалась, то ли мастер токсичный, то ли что. Знаете, результат нас очень удивил и даже немножко шокировал. Чтобы уличить сантехника, как предполагалось в непрофессионализме или навязывании дополнительных услуг, блогеры установили в квартире две веб-камеры, в коридоре и в ванной комнате. Здравствуйте. Ремонт. Маски, по ремонту, да? Проходите, ждем. Вот, проходите, смотрите. Получше вечером мылся, до конца закрыл, и не закрылась она почему-то, и пошла вода, бежит. Вот не знаю, что. Вот, видите, до конца вроде как закрыт, но вода бежит. Все ясно. Сейчас сделаю, посмотрю. Замена кран-буксы на подобных смесителях дело нехитрое, и при наличии нужной запчасти отнимает 10 минут максимум. Приглашенный мастер в этот временной интервал уложился. И допустил всего один, как показалось сначала, косяк. Харкаться-то так зачем, дядя? Ты бы хоть смыл, а то... Блин, он так харчок там и оставил. Мне, чтобы плюнуки смыть. Да-да-да-да, закончили. Вот, посмотрите, включайте. Это холодная, да? Это холодная, да. Закрывается? Не лежит, не холодная, а закрывается? Так, горячая. Ну, вы же холодную просили. Смотрите, смотрите, как мастер засуетился. А что это бы ему так суетиться, а? Как думаете? Вот это, кстати, вышла Вера Андреевна. Приятно познакомиться. Смотрите, сколько с нас? На 500 рублей? Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Видать, при виде ее так засуетился мастер. Но в целом, как видите, работу он сделал нормально. Еврей, конечно, все проверил, даже не нашел к чему придраться. И мастер, на наше удивление, ничего не пытался впарить или как-то развести. Казалось бы, все, эксперимент не удался. Хотя, может, просто еврей докапывался и мастер понял, что не стоит связываться. Или если бы сантехника встретила Вера Андреевна, то, возможно, разговорчик был бы уже другим. Но когда мы еще раз внимательно пересмотрели запись, то увидели то, от чего просто выпали в осадок. В чем прикол вот этого вот? Действие, зачем нюхать? Извините, конечно, но у меня сейчас просто комплекс каких-то вот сложных эмоций от этого чувака. Вроде бы противно, но в то же время это орно. И как-то, ну, очень странно. Почему? Ну, блин, в принципе, он трусы стырил. Такое себе дело. Зачем в карман убирать? Можно ведь просто назад машинку было положить. Зачем в карман-то класть? Может, на автомате убрал? Ну, ладно, что вот с этим делать? Ну, мужик вот такой попался. Трусы взял. Может, даже не специально. Я его уже не буду порицать. Работу он свою сделал. Взял вообще копейки. Но мы все-таки еще раз решили вызвать этого дядьку. Только на этот раз его вызванивала Вера Андреевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Снова к вам. Вы не раздевайтесь. Я быстро. Помните, вам забыли позавчера насчет смесителей? Да, помню. Ну, после вашего... Что-то не работает? Все хорошо, они работают, все хорошо. После просто вашего ухода у нас пропали трусы. У нас есть видео даже. Камеры у нас стоят в квартире. А какое право-то ремонтируйте? Ну, себя дома. Ставим камеры. Для своего использования. То есть, я что, за работу плохо сделался? Все хорошо сработает, а не бежит. Но момент такой. Вот вы ремонтируете. Я и бежу. Вот, все хорошо. И вот такой момент. Сейчас будет. Угу. Вот вы сгибаетесь, да и трусы берете. Можно трусы, пожалуйста, обратно? Какие трусы? Мои девушки, это ее трусы. Вот, вы берете трусы. Потом меня зовете здесь. Что за дела? Ну, сантехник-то с придурью какой-то. Слушайте, а может он их вообще продает? Оказывается, в интернете существует множество вообще сообществ по этой теме, по теме нюхания женских трусов. А 12 лет назад, как говорит достовернейший источник, просто прародитель Википедии, они считались маньяками, эти люди. Вот смотрите, какая разница в головах людей. Какое отношение было в древности, 12 лет назад, и какое толерантное отношение к таким людям сейчас. Разница? Может это влияние Европы? Продолжение следует...